Котики мои, всем привет! Рада вновь приветствовать вас на моем уютном ламповом YouTube-канале. И сегодня поговорим про моих бывших инструкторов по вождению. Кто не в курсе моей ситуации, коротко, меня зовут Надя, и я уже больше года не могу сдать на права. Подробнее о моей ситуации, все описано в плейлисте «Берегись автомобиля». Там я изложила все свои автомобильные приключения на пути к получению водительского удостоверения. Ссылочку на плейлист оставлю в закрепленном комментарии. Ну а перед тем, как начать рассказывать о моих непростых взаимоотношениях с инструкторами, которые меня учили водить автомобиль, я сделаю такую небольшую ремарочку, такой небольшой дисклеймер о том, что все-таки это видео носит субъективный характер. Вы будете знать ситуацию только с моей стороны. Соответственно, я вам буду рассказывать о том, как это вижу я. И да, возможно, в какой-то мере это неправильно, потому что в каких-то конфликтных ситуациях лучше выслушать обе стороны. Но я опираюсь на то, что все-таки у меня с инструкторами были товарно-денежные отношения. Я им платила деньги, они мне оказывали услугу. И если, соответственно, я как клиент недовольна оказанной услугой, я все-таки имела право отказаться от дальнейшего сотрудничества и найти того, с кем мне было бы комфортнее, кто мне эту услугу, на мой взгляд, оказывал бы более качественно. Не знаю, донесла я свою мысль или нет. Но я надеюсь, мы с вами все-таки друг друга поняли. И в этом видео я схлопочу как можно меньше говна. Я прям ожидаю поток какой-то неимоверный. Ладно, давайте начнем. Ну, собственно говоря, начать это видео я бы хотела вообще с Мизозоя. А именно с того факта, что я уже один раз училась в автошколе несколько лет назад. По-моему, это было 7 или 8 лет назад. И мне попались действительно прекрасные инструктора. Они работали в паре, потому что это были два брата. Более того, они были близнецы. Иногда я вообще путала, с кем я сегодня занимаюсь. С одним или со вторым. И только спустя какое-то время я начала их различать. То есть они работали в паре. Я была максимально довольна нашими взаимоотношениями. Я была довольна той практической базой, которую они мне давали. И, собственно говоря, не сдала на тот момент на права. Я исключительно по своим каким-то косякам. Претензий к ним я никаких не имею до сих пор. Я понимаю, что там было качественное обучение. Вопросы только ко мне остаются. И на тот момент, когда я с ними ездила, мне прям с первого раза повезло с классными инструкторами. И когда я с ними ездила, я реально не понимала вот этих историй от людей, которые жаловались на своих инструкторов. Которые говорили, мой инструктор на меня орет. Мой инструктор меня не устраивает. Я такая, типа, думала, ну, чувак, разберись в себе. Может, это ты настолько тупорогий олень, что, типа, человек-инструктор до тебя не может ничего донести. Потому что мне с моими инструкторами на тот момент было максимально комфортно. Я реально не верила в эти истории о том, что, ну, бывают какие-то ненормальные инструктора. Собственно говоря, я не понимала всех этих историй. И пока восемь лет спустя мое счастье не нашло меня, скажем так. И я лишний раз еще раз убедилась вообще в поговорке от тюрьмы до сумы не зарекайся. Не зарекайся. То есть, если ты думаешь, что с тобой этого никогда не произойдет, ты, типа, об этом убежден, то вселенная подкинет тебе этого говна в два раза больше. Так вот. Собственно говоря, с моим первым инструктором, то есть, вот уже на нынешней, второй попытке пойти отучиться и сдать на права с моим первым инструктором начался вообще какой-то сюрреализм, по-моему, вообще самых первых наших занятий. То есть, как только мы откатали наши занятия на автодроме и начали нашу практику в городе, начался вообще какой-то трэш. Он позволял себе постоянно заканчивать занятия на 10, 15, 20 минут раньше. То есть, вот у меня занятие длилось 90 минут. Он постоянно заканчивал на 10, 15, 20 минут раньше. Обосновывая это вообще разными какими-то причинами. Он говорил постоянно о том, что, блин, сейчас начнутся пробки в городе, мне до дома не доехать, давай я тебя быстро закидываю домой, и я отправляюсь, давай пока, пока пробки, типа, в городе не начались. Потом, ой, мне нужно забрать дочку со школы, ой, то, ой, пятое, ой, десятое. Еще я постоянно сидела, ждала в машине, пока он там по телефону закончит решать какие-то свои проблемы с управляющей компанией в доме. Почему я вообще все это помню, я не знаю. Потом мы заезжали на рынок, он там какие-то счета свои оплачивал, т.д. и т.п. И это продолжалось систематически, т.е. это было ни один, ни два, ни три раза. Это было систематически практически каждую нашу встречу. И как бы окей, я все могу понять, у всех у нас бывают обстоятельства, все мы с вами живые люди. Но, на секундочку, спустя какое-то время я начала задумываться о том, что где-то меня наебывают по одной простой причине. Ну, занятие 90 минут в данной автошколе стоят 2-2,5 тысячи рублей. Давайте посчитаем, что из этих 90 минут меня каждый раз обманывали на 10-15 минут. В пересчете на деньги это получалась кругленькая сумма. И т.е. все как бы ок, занятие как бы проходило. Но я постоянно выходила с этого занятия, смотрела на часы. Как бы 20 минут я еще могла выполнить две парковки. И что-то тут не то. И где-то меня в моменте наебали. Я постоянно выходила с занятия с чувством, что меня где-то обманули. Окей, все бы ничего. Если бы это вот только один такой момент был, вы бы мне сказали, Надя, ты такая дотошная, ты такая душная. Ну, что тебе эти 15 минут? Что тебе эти деньги? Деньги бумага? Типа деньги копейки? Если он тебя действительно чему-то учил, нафига было выпендриваться? Так нет, ребят. Суть-то в том, что и по качеству обучения у меня к нему были некоторые вопросики. Потому что на практике в городе мы катали только один и тот же маршрут. Это все хорошо. Да, действительно, существует один экзаменационный маршрут. Ты его заучиваешь, и на экзамене ты его откатываешь. Ну, как бы мы не выполняли часть некоторых заявленных нужных элементов. Ну, например, я ни разу с ним не делала разворот на трамвайных путях. Что потом мне как бы тоже скажется. Я вам попозже чуть-чуть расскажу подробнее. Я не делала с ним упражнения максимально разрешенную скорость. Я не делала с ним опережения. Я не делала с ним обгон. Ну, то есть ряд элементов, которые действительно нужны были на экзамене, я не выполняла с ним. И я знала только вот один какой-то условный плюс-минус маршрут. Если мы еще и в пробке не стояли, ползанятия. Дальше больше. Этот инструктор постоянно отменял занятия по каким-то причинам. То по семейным обстоятельствам. То у него вообще машина сломалась. Он ее неделю или две там восстанавливал. Опять был простой в занятиях. Потом он то куда-то улетал, то одно, то пятое, то десятое, то заболел. Короче, у него постоянно были отмены. И все бы ничего. И я еще раз повторюсь. Все мы люди и у всех у нас бывают обстоятельства. Но прикол в том, что он не разрешал брать больше одного занятия в неделю. То есть я себе выбивала второе занятие в неделю вообще с боем. Я уже начинала писать, я уже начинала возмущаться, что я хочу взять второе занятие. И мне на тот момент казалось, что это норма. Потому что много желающих. Действительно все хотят занять свое место. Но был еще один моментик. Я купила в этой автошколе вообще максимальный пакет занятий. Это 30 занятий. На секундочку, по одному занятию в неделю, а я брала эти 30 занятий максимальный пакет с расчетом на то, что я буду максимально много откатывать. У меня будет максимально много практики. То есть я рассчитывала брать 3-4 занятия в неделю точно. А я катала по одному занятию. Ребят, ну вы сами посчитайте. 30 занятий, одно в неделю. Это я должна была 30 недель откатать. 30 недель. Мать его, давайте просто посчитаем, сколько месяцев я должна просто ходить в автошколу, когда обучение длится 2-3 месяца. Ну что за приколы. Взять 2 занятия или больше на неделю мне он не разрешал. Ну ребят, сами посудите, каково это. И да, в один прекрасный момент, когда у меня там оставалось дофига занятий, люди, которые пришли со мной в одно время в автошколу, но были у других инструкторов, уже начинали выходить на экзамен. А я еще не откатала большей части своей практики. Я уже начала нервничать. Соответственно, я писала в администрацию, что за фигня, типа давайте как-то решим этот вопрос. От меня просто все тупо отмахивались. Но это уже будет отдельный разговор про автошколу, не про инструктора. И, собственно говоря, я занервничала. Я от него отказалась на тот момент, потому что были постоянные отмены, постоянные переносы. И это было невозможно кататься по одному разу в неделю. Ну и плюс, друзья, сами посудите. Когда вы берете одно занятие в неделю, на следующей неделе вам как будто с нуля все приходится начинать. Потому что дефицит занятий тоже дает свои плоды. Далее от автошколы мне дали следующего инструктора. Мне заменили на замечательную девушку Таисию. Вы могли видеть какие-то фрагменты наших с ней занятий на моем канале. То есть у меня к ней вообще вопросов не было. Она дала мне шикарную практическую базу. С ней я каталась вообще с удовольствием. То есть и на мой взгляд, по моим ощущениям, после моего первого инструктора, она меня переучивала заново. Потому что параллельную парковку научила делать меня именно она. Несмотря на то, что я откатала уже какое-то энное количество занятий с тем первым инструктором. Но нормально что-то понимать, что-то усваивать я начала именно с этой Таисии. Но мне ее заменили на третьего инструктора. Потому что политика автошколы той на тот момент была такова, что вас может учить один инструктор. А на экзамен ГИБДД вас готовит другой инструктор. То есть после сдачи внутреннего экзамена, я его благодаря именно Таисии сдалась в первого раза. Практический экзамен. Меня передали другому экзаменационному инструктору. С чем это связано, я вообще не понимаю. Потому что я была совершенно не против того, чтобы меня Таисия готовила к экзамену. Что за маразм, что за дебильная политика, я вообще не понимаю. И это опять смена автомобиля, это опять привыкать к новому человеку, к тому, как он тебя учит. Но это уже опять другой вопрос. Это отдельный разговор опять же про политику автошколы. И я думаю, мы с вами когда-нибудь этого коснемся разговора. С третьим инструктором у меня отношения, конечно, тоже сложились. Он нормальный, адекватный парень. Да, по мере своих возможностей он мне старался дать максимально много информации. Но информацию он доносил достаточно душно. Мне было с ним некомфортно. С ним я вышла на экзамен КИБДД. Экзамены я не сдала. Это была первая попытка. После чего он начал в чат выкатывать нам претензии о том, что там, типа, ребята, вы херово водите. Вы мне всю машину покоцали. Ну, это все, естественно, в нормальной форме. Не так, как я сейчас утрирую. Я вот куда-то сюда сейчас вставлю вам скриншот. Собственно говоря, начал на нас катить бочку, что ему там, типа, во время экзамена покоцали машину. И тут я, конечно, типа, стараюсь войти в положение любого человека. Я все понимаю, что он из своего кармана, как бы, восстанавливает машину. Но, как бы, камон, мы и так отвалили немалую сумму в автошколу. Неужели автошкола его не застрахует от этого всего, что там, типа, на экзамене закоцали ему диски или еще что-то. Потом мне сказали, что он может, типа, весь ущерб рассчитать и подать какую-то записку служебную в ГИБДД, чтобы ему возместили, опять же, ущерб. И третий момент, ну, типа, я прошу прощения, но как вы научили водить, так, типа, ваши ученики и водят. То есть, если вы не научили аккуратно объезжать, там, не знаю, бордюры или еще что-то, что вам в итоге закоцали диски, так это, может быть, не проблема того человека, который не умеет, а проблема того человека, кто не научил. Не знаю, возможно, сейчас это будет слишком жестко, и вы скажете, да вы, там, типа, олени, косороги, ни хера водить не умеете и вообще за руль не садитесь. И, возможно, вы будете правы. Я еще раз говорю, это видео с субъективной точки зрения снято. Но, опять же, все это лирикой, но меня вот этот фактор немножко так покоробил. И потом у меня появилась возможность забрать документы из автошколы, поскольку внутренние экзамены у меня все были сданы. И, как вы уже знаете, я пошла самоходом сдавать ГИБДД. У меня появилась возможность заниматься с тем инструктором, с которым мне комфортно. И я вернулась вот к моей прекрасной Таисии. И я бы занималась с ней дальше. Но под некоторым обстоятельством Таисия была вынуждена уволиться из автошколы. И какое-то время она остановила свою практику преподавания. И я была вынуждена искать каких-то других инструкторов. Я подалась на Яндекс.Услуги, нашла там какого-то распиаренного совершенно инструктора у нас в городе Екатеринбурге. У него там масса отзывов. У него там огромная группа ВКонтакте, что там дофига участников. У него есть YouTube-канал свой. То есть он какой-то мне показался сильно распиаренный. И я повелась на отзывы. Повелась на отзывы. До следующего экзамена я каталась с ним. Осталась очень недовольна, потому что он навязывал мне брать больше занятий. Соответственно, платить ему больше денег. Занятия он также проводил на отвали. Мы катались по одному и тому же маршруту. Он постоянно что-то решал какие-то свои семейные проблемы. То есть у нас с ним было одно занятие, на котором он полностью все занятия, что-то какие-то разборки с сыном устраивал. Устраивал, высадил меня где-то посередине города и побежал с сыном решать какие-то проблемы. И я такая, типа, сомнительно, но окей. Потом у меня было одно занятие. Я каталась с его напарником, который подменял его. Мне с ним понравилось кататься больше. И я этого напарника спросила, может быть, я буду кататься с вами вместо того инструктора. На что он мне сказал, ну, типа, мне 90 минут невыгодно тебе преподавать. Вот если бы ты на полные два часа, а это на тысячу дороже, брала занятия и хотя бы два или три раза откатывала, то я бы, типа, тебя взял в ученики, я бы с тобой, типа, ездил. Я такая, типа, ну, я как бы сдавать, конечно, замотивирована, но финансовые мои возможности не безграничны. У меня тут нету золотой антилопы, которая у меня копытом бьет. У меня, типа, золотые монетки, шекели вылетают, которые я могу тратить на ваши занятия. Я, типа, занимаюсь по мере своих финансовых возможностей и по мере своих потребностей. То есть, если я чувствую, что мне как бы 90 минут хватает, и я вышла наполненная с этого занятия, то есть я чувствую, что оно у меня прошло не зря, и я чему-то научилась, то это уже один момент. А то, что вы мне, типа, навязываете, ну, это уже неприятно, скажем так. То есть до экзамена я с этой историей откаталась, поняла, что это все не моя история, ни хера не сдала. И тут уже закручивается следующая Санта-Барбара. На экзамене я знакомлюсь с девушкой, мы с ней вместе сидели в очереди. Она мне рассказывает про своего инструктора, я ей говорю, что я сейчас нахожусь в поиске. Она мне говорит, ну, давай, типа, приходи к моему инструктору заниматься. И меня не смутил даже тот момент, что девочка, не хочу бросать в ее камень, ну, типа, в ее огород камень, ну, типа, многое скажется про инструктора, мне кажется. То есть в тот момент меня даже не смутило, что девочка не прошло пяти минут от начала экзамена, она даже не смогла ручник, типа, поднять, она начинала несколько раз движение на ручнике. И, то есть у нее экзамен начался на парковке ГИБДД, и там же закончился через пять минут, потому что она не смогла начать движение, потому что машина все это время стояла на ручнике. То есть инструктор ее научил, ну, типа, снимать с ручника автомобиль. Меня это не смутило. Я, конечно же, побежала к тому инструктору, потому что она сказала, что он такой чудесный, расчудесный. И тут я, типа, с самого первого занятия вообще прочувствовала самый смак. Ну, то есть чувак, инструктор, у него есть некая власть, и он пытался с помощью этой власти, с помощью этих знаний самореализоваться на мне, как на человеке неопытном, который пока что ничего не умеет, который ничего не знает. Поскольку мне с предыдущими инструкторами не очень фортануло, я ни разу не ездила через трамвайные пути, не выполняла разворот. Вот, то есть, собственно, к этому разговору я вела в первом пункте. Мы поехали к этим трамвайным путям. Я такая, типа, растерялась. Я говорю, ну, я видела эту ситуацию в билете, но я ни разу ничего не делала. Помогите, расскажите, пожалуйста. И тут он начал. То есть, в смысле, вы уже вышли на задачу, и вы не знаете, как развернуться с трамвайных путей. Вы понимаете, что это вообще трэш. Вы понимаете, что это какой-то ужас. Типа, начал меня чморить за это. Я такая сижу, думаю, боже, может, я реально такая чмоня, которая недостойна вообще права водить автомобиль. Что происходит? Камон. И вот он меня всю дорогу, все занятия, вот вообще за малейшую какую-то оплошность, что у меня слишком короткий тормозной путь или еще что-то. Он меня вообще за каждую оплошность просто, извиняюсь за выражение, дрочил. Ну, то есть, он типа, фу, му, бе, хрю, там, типа, да как вообще тебя за руль посадили и т.д. Да я ж типа не отрицаю, что я вожу херово. Так я за этим к вам и обратилась, чтобы вы меня научили, а не обсуждали и рассуждали на тему того, что я тут обезьяна с гранатой. Я вам, собственно, за это и плачу деньги, чтобы вы меня научили хорошо и грамотно водить. Окей, understand? Короче, мне эта позиция вообще не нравилась, но я продолжала к нему ходить. Продолжала я к нему ходить, ну, типа, относительно недолго. Каждое занятие у нас какое-то было вот эти вот абьюзивные отношения. И пока в один прекрасный момент он не довел меня до слез. То есть, нужно было выполнить выезд с прилегающей территории. Я начинаю выполнять, он там что-то опять психует, нервничает, дергается на каждое мое движение. В один прекрасный момент он просто начинает орать, как ненормальный. Я теряюсь вообще от этого. Я уже не понимаю, что я делаю, какое было задание и что вообще мне нужно сейчас делать. Естественно, от того, что я растерялась, я начала тупить в этой ситуации. Он еще больше начал орать. В итоге он у меня выхватывает руль. Там что-то куда-то выруливает. Я сижу, меня вот так вот всю трясет. Я говорю, давайте все, мы на этом заканчиваем наше занятие. Там прошло что-то полчаса от начала занятия. Он такой, а что случилось-то? Что не так? Я говорю, я не хочу с вами больше заниматься. Я нашла место для остановки. Остановила автомобиль, припарковалась, встала, вышла и больше я с ним не связывалась вообще. На этом наша история любви с ним закончилась. И дальше, собственно говоря, мне повезло. Я нашла нормального, адекватного инструктора, с которым я докатывалась уже до следующего экзамена. Он мне тоже дал, Виктор, шикарную базу. Я не знаю, он, наверное, не смотрит мои видео. Но я вообще максимально с ним себя комфортно чувствовала. Он прям научил меня спокойствию за рулем. Он сам такой достаточно спокойный. Я его тоже постоянно спрашивала. Говорю, Виктор, вот я сейчас косячу. Почему? Вот я бы на вашем месте вообще взорвалась бы. Как вам удается вообще сохранять вот это вот спокойствие? Он говорит, да-ка что такого? Вы человек, вот он мне как раз донес до меня эту позицию. Потому что я до этого считала себя, правда, виноватой. А он мне сказал, так вы же пришли учиться. У вас нет водительских прав. Вы сейчас учитесь. И я, типа, нормально отношусь к тому, что вы косячите. И вы должны косячить, потому что вы ученик. Это ваше право косячить, а мое право вас научить. И, типа, если вы чего-то не понимаете, это мой косяк, а не ваш. И, то есть, вот он очень клевый инструктор. Я у него продолжила заниматься на тот момент. Потом вернулась моя Таисия в практику. Она уже опять начала преподавать. И я уже их совмещала. То есть, когда не мог он, я брала занятия у нее. Когда не могла она, я брала занятия у него. И вот благодаря этой комбинации, благодаря именно их знаниям, которые они в меня вложили, я считаю, что моя крайняя попытка, вот эта вот, она была достаточно успешной. То есть, мне не хватило выполнить только разворот на перекрестке до успешной сдачи экзамена. И, как бы, сейчас, к следующей сдаче, я буду готовиться именно с этими инструкторами. И если, типа, есть у вас желание какое-то с ними позаниматься, вы находитесь в Екатеринбурге в поиске инструктора, могу с вами поделиться с большой радостью контактами. Это мои два инструктора, они замечательные, и я буду продолжать заниматься у них. Но, чтобы обрести свое личное водительское счастье с этими замечательными инструкторами, преподавателями от Бога, с этими людьми, я прошла немалый путь. В общем, не знаю, кто прав, кто виноват судить, ни мне, ни вам. История рассказана исключительно с моей точки зрения, с моей стороны, она достаточно субъективна. Если у вас тоже был какой-то трэш с инструкторами, делитесь в комментариях. Возможно, выпущу видео, где буду читать ваши истории. А на этом я с вами прощаюсь. Всех целую, обнимаю. Кто также находится на моменте сдачи. Держитесь, не сдавайтесь, мы все сдадим. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока.